Вопросы актуальной диагностики и лечения острых заболеваний. Если мы посмотрим на эпидемиологию, обратите внимание, во всем мире от пневмонии ежегодно умирает 5 миллионов детей. Это в два раза больше детей, чем проживает в Москве. И вот скорая и неотложная медицинская помощь в Москве. Из заболеваний верхних и нижних дыхательных путей в процентном отношении 64% вызов неотложной помощи и 0,3-48%. Если мы сопоставим синдрому острой недостаточности кровообращения и нарушение функций центральной нервной системы, совершенно несопоставимые данные. Основные вопросы диагностики и лечения дыхательных расстройств. Что это? Какие дыхательные функции нарушаются? От чего? Какой физиологический механизм дыхательной недостаточности? Что делать? Оптимальный набор средств лечения. И что будет? Функциональный контроль и эффективность лечения. Педиатр должен быть готов к неотложным состояниям. Это такая наша специальность. Уже говорил, что дети это не маленькие и взрослые. Но имеются определенные анатомо-физиологические особенности, которые и предрасполагают к угрожающим состояниям. В 22 раза чаще происходят несчастные случаи. В 2,5 раза чаще смерть, чем у взрослых. И 25% всех несчастных случаев это дети. Анатомо-физиологические особенности заболевания органов дыхания. Все начинается с грудной клетки. Абсолютно другая грудная клетка. Другие анатомии верхних дыхательных путей. Если у взрослых они цилиндрические, то у детей это воронкообразно. И поэтому и скорость воздуха, и инфекция в вихре устремляется в дыхательные пути. Даже стеноз гортани в 1 мм создает абструкцию на 50% у маленького ребенка. И сопротивление в 5 раз больше, чем у взрослого. Даже череп отличается. И тот воздушный поток, который проходит сразу в дыхательные пути у ребенка, у взрослого имеет решетчатую кость. И она предохраняет дыхательные пути. Что еще способствует? 5 критических периодов иммунореактивности. Все начинается с периода новорожденности, где имеется повышенная восприимчивость к вирусной инфекции. 3-6 месяцев снижения иммуноглобулина, распада материнских антител, недостаток секреторного иммуноглобулина. В 2 года это продолжается. И выявляется недостаточный местный иммунитет. И в 4-6 лет все-таки сохраняется недостаточный уровень иммуноглобулина А, секреторного иммуноглобулин, который ответственен за дыхательную систему. Механизм развития со стороны органов дыхания. Еще имеет такой механизм, как запуск механизма, часто на генетически предрасполагающем фоне. Длительное нахождение бактерий в синобронхиальном тракте, колонизация, хроническое воспаление. И в дальнейшем идет прогрессирование повреждения ткани. Зависимость частоты осложнения органов дыхания от возраста ребенка. Чем младше ребенка, тем больше проблем у него связано с органами дыхания. И если мы возьмем наиболее частые причины стеноза верхних дыхательных путей, мы видим, они могут быть инфекционные, неинфекционные. Первая причина, с которой сталкивается именно врач-педиатр, а не отоларинголог на своем пути, врач первого контакта, это патология, врожденная патология дыхательных путей. Вот так выглядит синдром Тречера-Коллинза, где имеется полная атрезия хана. Причина дыхательной недостаточности при ларингомаляции. Вот типичная ларингомаляция, которой патофизиологический механизм до сих пор неясен. И происходит дискоординация ларингеальной мускулатуры, а также наличие свободно болтающейся тлизистой оболочки. Во время выдоха, вы видите картину, и во время вдоха, пролоббирования черпловидных вещей и соседних структур. Все это говорит о недоразвитии, и все это возможно в дальнейшем развитии дыхательной недостаточности. Кисты дыхательных путей. Начинается вот развитие, вот видите, инфекционная трубка, киста, обтурирующая дыхательные, верхние дыхательные путей, и которые впоследствии тоже могут привести к респираторному дистрессу и дыхательной недостаточности. Папилломы, гемангиомы, все это случайные находки, но это все, с этого всегда все и начинается. Истерический ларингоспазм, одна из проблем, которые существуют в настоящее время, и, к сожалению, она трудно поддается лечению. Синдром позднозального затекания у ребенка, это 15% всех случаев хронического кашля с серьезными проблемами, и с этим врач-педиатр достаточно часто сталкивается. Причины хронической аспирации пищи, это гастроэзофагальный рефлюкс, который с каждым годом нарастает от 15% в настоящее время до 20% у подростков, это трахиопищеводные свечи, это пороки развития желудочного и кишечного тракта, это все тоже вызывает респираторный дистресс и синдром, и дыхательную недостаточность впоследствии. Инородные тела гортани, развитие острой асфиксии, очень частая проблема, и, к сожалению, эта проблема нарастает, и, к сожалению, матери не всегда видят, вот тогда, когда ребенок проглатывает вот это инородное тело, и они могут быть не рентгеноконтрастны, и мы тоже имеем здесь проблему именно с диагностической стороны. Вот инородные тела гортани, так они выглядят, и это только мы получаем этих детей тогда, когда уже проблема осложняется более тяжелыми осложнениями. Инородные тела трахеи, вы видите, от электаз легкая, вот клапанный стеноз, абтурционная эмфизема, и совсем недавно, в течение года я участвовал в судебном процессе, во Владимире судили врача только за то, что она не вызвала эндоскописта, а ребенок проглотил семечку в правый бронх, был не рентгеноконтрастный, и только на вскрытии нашли вот эту семечку. Поэтому проблема существует, и решение этой проблем, к сожалению, не всегда зависит от врачей. Вот так выглядят инородные тела бронхов, которые ведут гиповентиляции с образованием от электаза, и инородные тела, вот следующее, бронхов, вот видите, и чаще всего это аспирация кусочков пищи, и в 32% возраст детей от 2 до 4 лет, тогда, когда ребенок не может идентифицировать. Диагностика, рентгенография легких, бронхоскопия, компьютерная томография, чаще всего выявляют рентгеноконтрастные инородные тела. Обструкция верхних дыхательных путей. Здесь может быть еще и инфекционная патология, и чаще всего она выражается паротензелярный абсцесс, заглоточный абсцесс, острый ларинготрахеид, эпиглотит, бактериальный трахеид и дифтерия. Флегмонозный ларингит. Достаточно сложная и тяжелая проблема, доходящая до затруднения дыхания, до асфиксия, и здесь может быть ограниченный гононик, вы видите здесь на слайде, который подтверждает образование абсцесса. Паротензелярный абсцесс – наиболее тяжелое осложнение хронического тензелита, когда нарастает и сопровождается боль с чувством распирания, имеется тризм жевательной мускулатуры, и заглоточный абсцесс, вы видите, когда ребенок запрокидывает голову с наклоном в больную сторону, увеличиваются регионарные лимфатические узлы, болезненное распирание, тризм жевательной мускулатуры, еще раз подчеркивает, что здесь имеется какая-то проблема со стороны органов верхних дыхательных путей и возможный заглоточный абсцесс. Дифтерия. Мы как бы успокоились, что дифтерии в настоящее время нет, но она бывает достаточно редко, но очень метко, и развивается постепенно, допустим, при дифтерии, глотки с умеренной болью в глотке, и дифтерийный, возможно, ларинготрахиобронхит, и выражается и охриплостью, и стридовом, и зависит от протяжения и толщины пленок, и диаметра дыхательных путей. Острый стенозирующий ларинготрахиит. Я считаю, что это наиболее тяжелая и серьезная проблема в практике врачей-реаниматологов, врачей скорой помощи, врачей приемных отделений, врачей-педиатров. Примерно 60-70% респираторного дистресс-синдрома, острый дыхательный, последняя недостаточность, связанных с острым стенозирующим ларинготрахиит. И любой ларинготрахиит может развиваться молниеносно, начиная с небольшого отека и заканчивая уже большого отека со стенозом гортани 3-4 степени. В основном это вирусная инфекция 68-75%, в меньшей степени это бактериальная инфекция. Вот типичный снимок в области прямой проекции, так называемый симптом шпиля, который указывает на стенозирующий ларинготрахиит. Но я подчеркиваю, что снимок это чисто демонстрационный, противопоказанно в экстренное состояние проводить рентгеновское исследование. Диагностика на основании только, возможно, клинических симптомов. И рентгенография обычно не требуется, и здесь мы подходим, можем подходить со шкалы тяжести хрупа. Уэсли – это международная классификация, и во всех методических руководствах она существует. Но с позиции клинического врача вот эти критерии, как втяжение уступчивых мест грудной клетки, вдох, стридер, цианоз, состояние сознания, рассчитывать по баллам в экстренной ситуации достаточно сложно. И она может, данная таблица, шкала тяжести хрупа Уэсли, находиться только в учебных изданиях. Вопросы. Вопросы, связанные с терапией, кислородотерапией. Сейчас уже доказано, что при сатурации менее 92% достаточно даже проводить 40% увлажнённый кислород. Много проведено клинических исследований, где доказали, что 100% увлажнённый кислород равен 40% увлажнённому кислороду и не выявлен значимых различий. Гормональная терапия сейчас является препаратом выбора всех гормонов и дексаметазон, и преднизолон при крупе любой тяжести. И доказано, что пероральное, внутримышечное ведение данных гормонов имеет такой же и лучший результат в сравнении с будизонидом через небулайзеры. Что нам дали гормоны? Нам дали гормоны за последние 18 лет с открытием специализирующих отделений, тогда, когда мы начинали инвуляционную кортикостероидную терапию, мы добились снижения необходимости интубации в 5 раз, в 7 раз меньший риск повторной интубации и уменьшения необходимости в повторной госпитализации в 2 раза. Это очень значимые цифры. И когда мы в первые годы, ну не в первые годы, организации отделения реанимации интубировали в достаточно большом количестве, то сейчас этот процент только 4%. Это соответствует международным стандартам. Адреналин. Адреналин включен в стандарт скорой медицинской помощи. У нас имеется L-адреналин, на Западе рецимический адреналин, но он и является международным стандартом. И его можно применять через небулайзер. По эффективности он равен системным кортикостероидам, и действие сохраняется в течение 1-2 часов. Небулайзерная терапия является тоже препаратом выбора ингуляционных препаратов, в основном ингуляционных кортикостероидов, потому что маленькие дети, они не могут синхронизировать дыхание. И в этом как раз проблема. Из баллончиков мы получаем только 10-15 лекарственного препарата, который доходит в легкие. При небулайзерной терапии это во много раз больше, примерно до 50%. Что не рекомендуется? Антибиотики. Частота бактериальных осложнений все равно 1 на 1 тысячу. Оральные деконгистанты. Еще есть методические рекомендации, в которых нафтезин является препаратом, который применяется при стенозе гортани. Использование бронходилетаторов. До сих пор очень часто я слышу, что врачи при применении даже ингуляционных кортикостероидов используют бронходилетаторы, такие как бердуал используется, как венталин, которые не имеют никакого значения в реализации, лечении, улучшении больных со стенозом гортани. Седация больных с крупом противопоказана. Происходит смазывание клинической картины, недооценки принципиального клинического признака, нарушение сознания. Поэтому тактика ведения стеноза гортани уже с первой степени это ингуляционные кортикостероиды. При средней, опять же, ингуляционные кортикостероиды с адреналином, который может вводиться и ингуляционно, и в дальнейшем, если тяжесть состояния ухудшается, больных госпитализируют в отделении реанимации и интенсивной терапии. Бактериальный трохиит тоже составляет, который представляет собой диффузный воспалительный процесс гортани, трахеи, бронхов. Типичное место локализации перстничьей видной хорящей. Это наиболее узкое место. И здесь, конечно, необходима эндотрахеальная аспирация гнойного содержимого, венозный достап и антибактериальная терапия. Эпиглотит. На втором месте во всех методических руководствах, во всех медицинских изданиях, которые связаны с emergency pediatrics, это неотложная педиатрия, это та специальность, которую мы уже в течение многих лет внедряем в нашей стране, является очень тяжелым и серьезным заболеванием. Что происходит? Развивается воспалительный процесс структур, надгортанных структур, как надгортаник, черполовидные надгортанные складки, черполовидные хрящи. Все это быстро состоит в состоянии возможной, именно возможной, обструкции. И хотя количество случаев в развитых странах где-то 11 на 100 тысяч, но я знаю ежегодно случаи, где меня приглашали как эксперта, дети погибают. Вот видите, вот это типичный симптом большого пальца, когда увеличен надгортаник наверху, внизу, вот на снимке, как раз норма, и здесь не может быть обструкции. Тогда, когда ребенка при транспортировке кладут, происходит обструкция верхних дыхательных путей, вот так это все развивается. И заболевание называется 4D. Диспноя, дисфония, дисфагия и друлинга, вот это английское название, слюнотечение. И дети в основном встречаются более старшего возраста. Когда же мы должны думать об эпиклотите? Когда клиника крупа не отвечает на лечение, когда проводится ингаляционный кортикостероид, состояние остается тяжелое, когда боль в глотке и дисфагии без воспалительных процессах в миндалинах. При подозрении на эпиклотит ни в коем случае нельзя смотреть горло ребенка при помощи шпателя, это может вызвать ларингоспазм и полную обструкцию гортани. Не укладывать ребенка в гаизоритальном положении. Вот два случая, которые в моей практике были. Они укладывали детей в горизонтальное положение. Я уже не говорю о том, что их лечили от стенозирующего ларинготрахиита. И впоследствии эти дети дали остановку дыхания. Существуют дифференциально-диагностические критерии эпиклотита и острого стенозирующего ларинготрахиита. И вы видите, здесь имеются очень жесткие показания постановки эпиклотита и крупа, и кашель, и нарушение дыхания, и боль в горле, и дисфагия. Здесь имеется разница между двумя этими заболеваниями, на основании которых мы можем поставить тот или иной диагноз. Фиброларингоскопия производится только после установления проходимости дыхательных путей, только при эпиклотите. И тактика ведения этой кислородотерапии, обязательно госпитализация, антибактериальная терапия. Хотя при крупе госпитализация 85% детей не рекомендуется, можно лечить на дому. Вот рентгенологическая картина обструкции верхних дыхательных путей. Вот эпиклотит, симптом большого пальца, вот заглоточный абсцесс, расширение тени мягких тканей, бактериальный трахеид, вот волосатые трахеи, и симптом шпиля. Но эти снимки в экстренной ситуации, они чисто демонстрационные. Мы не должны проводить, потому что мы не только можем потерять время, мы можем потерять человеческую жизнь. Ежегодно вакцины спасают более 2,5 детей. Но 294 тысячи детей в возрасте до 5 лет все еще погибает от коклюша, 386 тысяч от гемофильной инфекции типа B. Коклюш, проблема во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно заболевает около 60 миллионов детей. И проблема, с которой мы сталкиваемся на догоспитальном этапе, это субкоинфиксивальное кровоизлияние на фоне вот этого реприс, вот этого кашля, которые могут быть от 5 до 50 ежедневно. Это субархноидальное кровоизлияние, это внутрижелудочковое кровоизлияние, это сегментарные, это лектазы, это вот те осложнения, которые мы можем видеть при коклюше. Заболевания, протекающие с обструктивным синдромом. Хотя бы один раз в жизни у 50% детей имеется рецидивирование, и у 25% это может манифестировать в развитии бронхиальной астмы. Всем нам известно таксоновское исследование, которое проводилось в Соединенных Штатах Америки в течение 15 лет. Они выявили, что все те дети, у которых были свистящие хрипы, «уизинг», вот это английское слово уже перешло к нам, все это перерастало в бронхиальную астму. И этому также соответствует, способствует анатомо-физиологические особенности развития бронхообструкции. В основном это гиперсекреция вязкой слизи, склонность к формированию отеку легких. Поэтому тогда, когда мы говорим, что отек легких в 90% это чисто респираторная проблема, в отличие от взрослого механизма. Факторы риска неблагоприятного течения бронхиолита в процессе лечения мы это тоже имеем. Это риск апноэ, это нарастание дыхательной недостаточности, тяжелая гипоксия с низкой сатурацией кислорода, это обезвоживание. Алгоритм лечения абструктивного синдрома сейчас тоже является достаточно серьезной проблемой, и мы постоянно учим педиатров, что даже эффект снижения частоты дыхания на 15-20 уменьшает экспираторные шумы. И мы должны настойчиво проводить бронхолитическую терапию. В наших стандартах имеется два препарата. Это сальбутамол, венталин и ипотропия бромид, фенотерол. И эффект мы должны ждать через 30 минут, не быстрее. И если это не наступает, мы должны давать повторную дозу бронхолитика. Но что я бы хотел сказать? Это наш российский стандарт, в который мы включили бердуал. Ни в каком западном стандарте бердуал не включен в стандарт. Только венталин. Потому что селективность бета-2 адренорецепторов, которая говорит о том, что препарат действует и меньше побочных эффектов, у сальбутамола или венталина в 100 раз больше, чем у фенотерола. Потому что он полностью не селективный бета-2 адренорецептор. Поэтому эффективность асальбутамола во много раз выше. Поэтому мы не должны уповать то, что бердуал комбинированный препарат, он с ипотропией бромидом находится. Мы должны давать тот препарат, который имеет эффект. И уже тогда, когда через час это не наступает у нас эффект, это, конечно, препаратами выбора являются ингульционные кортикостероиды и кортикостероиды, которые мы даем парентерально. По поводу эуфилина. Он находится в наших стандартах. Но мы, к сожалению, не только на догоспитальном этапе, но и в госпитальных условиях не можем мониторировать фармаконетическую кривую. И мы не можем понять, какая доза эуфилина. 5 миллиграмм или 20 миллиграмм, когда мы это увеличиваем на килограмм массы тела у ребенка. И мы имеем здесь достаточно большое количество побочных эффектов. Смертность от пневмонии тоже серьезная проблема сейчас. Это около 6 человек на 100 тысяч населения. Заболеваемость до 20 промиль. И пневмония выявляется у одного из двух, из ста детей, заболевших остро-респираторным заболеванием. И если мы посмотрим российские показатели пневмококовой этиологии пневмонии, то вы видите, пневмококовые отиты являются как бы в пирамиде в основании. Потом развивается пневмококковая пневмония с бактериемией. И в самой вершине пневмококовых инфекций является инвазивная инфекция. Это пневмококовые менингиты. И около 400 детей в год мы имеем таких детей. Проблема остается, что при менингите, обусловленной пневмококовой инфекцией, умирает каждый шестой ребенок. И половина выживших остается инвалидами. Да, конечно, это меньше, чем менингококовый менингит. Но пневмококковая инфекция, инфекция гемофилиуса инфлюенции, тоже создает проблемы и тоже вызывает менингит. И каждый шестой ребенок, выживший после пневмококкового менингита, впоследствии страдает задержкой психического развестия. У каждого седьмого развивается эпилепсия и судорожное состояние. И у каждого одного из четырех развивается тугоухость. Поэтому проблема остается. Клиника острой дыхательной недостаточности. Таких детей много. Она связана с увеличением работы дыхательной мускулатуры и, конечно, неэффективным дыханием, когда снижается экскурсия грудной клетки, когда ослабляется проведение дыхательных звуков. Все это не проходит бесследно. И в основном здесь в основе лежат микроциркуляторные и репрофузионные механизмы при критических стояниях. Когда на фоне, допустим, стенозирующего ларинга трахеита, все это спускается в нижние отделы дыхательных путей, мы должны нашу терапию начинать с инфузионной терапии. Потому что на этом фоне произвивается гиповолемия, снижение сердечного выброса, нарушается реология крови. И второй, пятый, седьмой, девятый факторы свертывания начинают разрушаться и развивается сергистрация крови, доходящая до развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Когда в стадии гиперкоагуляции мы ничего не видим, а когда уже гипокоагуляция, мы видим уже кровотечение. Кислородный парадокс. Почему мы говорим, что мы должны начинать нашу терапию с 40% кислорода? А все только потому, что развивается кислородный парадокс. На фоне гипоксии затрагиваются ферменты аденозинтрифосфераза, гипоксантин. И здесь вырабатывается большое количество свободных радикалов. А там, где свободные радикалы, там развивается поражение, дальнейшее поражение ткани. И присоединяется к дыхательному ацидозу метаболический ацидоз. Кальцевый парадокс, гипоксия приводит к тому, что кальций входит в клетки, тем самым разрушаются здесь рибосомы, нарушается продукция аденозинтрифосфорной кислоты. На этом фоне развивается вазоспазм и образуются эхосоноиды, то есть развивается микроциркуляция. Поэтому мы полностью уже вывели применение хлористого кальция и всех препаратов кальция. Только по строгим показаниям. Даже в свою очередь, тогда, когда мы часто очень применяли детям антидистаминные препараты, препараты кальция, появился такой анекдот расхожий. Приходит мужчина к врачу и говорит, доктор, у меня гипокальцемия. А с чего вы взяли, что у вас гипокальцемия? Вы знаете, мне жена изменяет, а рога не растут. То есть мы применяли этот кальций практически постоянно. Поэтому сейчас мы полностью ушли от него. Йонный парадокс. Развивается гипоксией, которая больше еще увеличивает осмолярность ткани и вызывает в дальнейшем отек. Основные причины смерти, опять же, пневмония. Она на втором месте после врожденной патологии. Но все равно, если мы сравним с другими заболеваниями, дыхательная смертность на первом месте в мире. И, конечно, вот та пандемия, которая была в прошлом году, она затронула и детей. И мы видели абсолютное несоответствие клинических и рентгенологических данных. Физикальные данные скудны при рентгенологических признаках субтотальной недостаточности. И вот видите, вот такие легкие, они больше похожи на печень, там абсолютная безвоздушность. Синдром Рея мы тоже встречаем. Это острая гептоцеребральная недостаточность, когда нарушается синтез на уровне аронитин, карбамил, тросфераза. Что мы видим в клинике? Это увеличение ферментов АЛТ, АСТ, гипернатриемии. И такие дети есть на фоне дачи аспирины. Поэтому мы сейчас не рекомендуем при респираторной инфекции дачи ацетилсалициловой кислоты. Летальность достаточно высока, до 80%. Синдром Гиена-Борре более легкая форма по сравнению с синдромом Рея, как осложнение респираторной инфекции. Это острое воспалительное полирадикулоневропатия, но она есть в 4-5%, она тоже дает летальный исход. Какая же общая схема реанимационных мероприятий при внезапных декомпенсированных нарушениях дыхания? Начинать нужно от чистки и поддержания свободной проходимости, пробное экспираторное дыхание, обязательно, иногда мы это забываем. Введение атропины и седоксена, гипервентиляция, интубация, ручная вентиляция через трубку или мешком наркозного аппарата и обеспечение доступа к вене препаратов. Это пункт номер 7. Очень часто, очень часто вот эта позиция обеспечения доступа к вене препаратов, мы с этого начинают доктора, и мы теряем время. Поэтому мы считаем, что нужно в скором времени практически всем врачам скорой помощи, те, которые работают в экстренной медицине, переходить на внутрикосное ведение. Это менее травматично, это всегда можно провести инфузионную терапию в достаточном количестве, и здесь нет спавшихся вен, и здесь нет угрозы при катодоризации центральной вены, которую мы видим как гемоторекс, пневмоторекс, лимфоторекс. И поэтому в заключение я хотел бы сказать, вот то, чем мы занимаемся, медицинокритическое состояние, это наука о профилактике необоснованной смерти, и мы всегда должны об этом думать. И в этих условиях судьба пострадавшего зависит от лица, оказывающего первую медицинскую помощь, и правильное и своевременное проведение элементарных реанимационных мероприятий на ранних этапах заболевания или травмы может оказаться важнее, чем все последующее лечение в условиях клиники. Спасибо за внимание.